На Урале прекращены поиски 34-летнего мужчины, пропавшего при странных обстоятельствах вместе с принадлежащей ему дорогой машиной Range Rover Sport. Разыскиваемый был на день мертвым, но предположительно смерть его не носила криминальный характер. Последний раз Сергея Шиганова родственники и друзья видели в его родном городе Новоуральске 17 августа. Сергей был весел, бодр и сообщал, что намерен выставить свой 11-летний Range Rover на продажу. После развода уже несколько лет Шиганов жил в Екатеринбурге, а потому первые два дня его бессвестного отсутствия вызывали тревогу только у матери. Сын никогда не исчезал, не предупредив мать, что уезжает в Екатеринбург или в Москву. Но когда 19 августа женщина обратилась в полицию начать розыск его взрослого сына, сыщиков убедило как раз высказанное Сергеем намерение продать машину. К сожалению, история, даже местная Свердловская, знает немало примеров совершения преступлений против продавцов транспорта. К поискам Сергея подключились его друзья и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Новоуральск с момента своего основания в 1946 году остается закрытым городом из-за находящегося на его территории ядерного центра. А потому узнать, покидал тот или иной автомобиль, охраняемую территорию или нет, не представляет сложности. Выяснили – не покидал. В конце концов, поиски привели сыщиков в район Зеленого мыса, где у Шаганова был гараж. Там-то и обнаружились и рейндж-ровер, и его хозяин. Изначально, по словам знакомого Сергея, никто и не думал искать в гараже, так как им Сергей не пользовался уже несколько лет, предпочитая обслуживать свою машину в сервисе. Причиной гибели молодого мужчины стал несчастный случай. В гараже у Сергея стоял автоприцеп, на который он, видимо, пытался погрузить станок, но тот упал и ударил Сергея в голову. Во всяком случае, такая версия сегодня у следователей в приоритете. Впрочем, проверка по факту безвестного отсутствия и смерти мужчины еще не закончена.